Возвращаемся обратно. В Ярсале у нас так получилось все немножко скомканно. Часть группы ночевали в гостиницах девочки, часть, половина примерно людей. Мы поехали в чумы, ночевали в чумах, купались в этом тазике, прикольно отдохнули. Сейчас возвращаемся назад. Сегодня уже минус 35 стабильно весь день. Это большой плюс в том, что снег стал еще жестче. Те места, где мы вчера так подрывались, сложно шли, рубились. Сегодня, в принципе, везде проехали вообще без остановок. В одном месте только маленько подзависли, но и то это я виноват. Я съехал с дороги и вышел в тундру на Трукововский след. Он неутоптанный и там глубокие места были. Маленько пришлось потоптать. А в целом хорошо, возвращаемся. Сейчас нас в районе Салиманов должны встретить ребята со стойбища, оленеводы, и будут нас провожать. У нас два варианта. Мы хотим все-таки попробовать самостоятельно по тундре пройти на машине, прям до стойбища доехать. Снега в тундре мало, снег достаточно твердый. Может быть, получится. Не факт, но попробую. И вариант второй, если не получится совсем никак, то, соответственно, мы садимся на снегоход. Ну, точнее, в люльку, в коробок вот этот, вы увидите. И в этом коробке нас 30 километров примерно добрасывают до самого стойбища. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, да? Это я вас? Это вы, да? Да, я здесь. Здравствуйте. Сейчас, в общем, едем туда, по реке, по льду. Ну, ко мне трековый езжал, но это трековый езж. Прямо к этому, почему не подъезжал? Да, ладно. Давай попробуем. Попробуем. Да, ты езжай, мы сейчас потихоньку за тобой, быстро мы не едем. Мы там потихоньку. Вести поедем, потому что там разбилки. Ну, да, да. Ну, и мы идут и вперед, и мы за тобой сразу следом. Сейчас мы постоим, подохните. Да. Да, мы отдохнули. Сейчас вот в столе уходим. Нас встретил Михаил, хозяин чума, куда мы едем в гости. И сейчас провожает к себе домой. Например, 25 километров по льду, и там чуть-чуть принято его стойпище. Нормально все? Да, мы немного это увязаем. Колеса сейчас, ребята, спускать будут. Спускаем давление. Вышли на снег. Снег твердый, но все-таки маленько проваливаемся. Поэтому лучше спуститься. Сейчас увеличим площадь соприкосновения с землей. Уменьшим удельный вес на грунт. И поедем потихоньку. Если там еще далековато, поэтому лучше сделать сразу. По идее, и так можно было потихоньку топтаться. Но время терять неохота. Михаил, какой час пути проехали? Больше полуизу. Ребята подарили вот такой прикольный фонарик мне. Удобно, потому что он на магните. Вот в автомобильных поездках очень круто. Особенно качать колеса, спускать колеса. Просто на кузов любое место его нацепил. И получается классно. Так что... Ой, что это за модель-то? Юнилайт. Хороший фонарик. Так что, рекомендую, пацаны. Я даже думаю, даже не сможете доехать. И Павел туда ездил, на машине? Нет. Мы первые, короче, к нему на машину ездили. Обычно он забирает людей. Ну, натрекал их приезжает. И кибитки туда закидывает. Ему никто никогда не ездил на машине? Да. Нет. Даже местные я... Они нормальные, да? Не стараются на машине ехать. Примерно нам треть пути осталось до стойбища Михаила. Мы сейчас едем по льду реки. Здесь прям отличная дорога, кайфовая. В начале у берега мы, конечно, немножко покопались. Сейчас вышли чуть ближе к центру. Здесь чистый лед, относительно чисто. Едем спокойно. Сейчас единственный будет сложный участок. Точнее, не единственный. Он самый сложный. Когда придется выезжать на берег. То есть там в любом случае есть переметы. Ну и на земле всегда снега больше. Есть вероятность, что мы подняться не сможем. Либо не сможем двигаться по тундре. Поэтому машины мы бросим где-то там. Докуда доедем. И дальше Михаил домчит нас на своей люльке. Я думаю, там минут за 10-15. Потому что с его слов пару километров всего лишь по земле надо будет преодолеть. Но мы, конечно, попробуем, докуда доедем. На речном льду возможны пустоты. Потому что на узких реках более сильное течение. И как раз образуются эти пустоты. Есть такая вероятность. Ну, надеюсь, все нормально будет. Просто дистанцию надо побольше держать. Там не надо близко друг к другу прижиматься. Какая вероятность провалиться? 50 на 50. Что, в устье заходим, да? Сейчас в речку заходим. Ага. Все окей. Пацанам скажи дистанцию. Парни, дистанция метров 30-50. Близко друг к другу не прижимайтесь. Мы заходим в речку. Она поуже. Здесь могут быть пустоты. Ничего страшного. Просто не жмитесь. По таким речушкам, конечно, самые кайфовые зимники. Они ровные. Речки узкие. Здесь снега мало наметает. Лед ровненький. Сейчас уже в тундру подниматься будем. Ну, хорошо. Сейчас тут, наверное, точно застрелимся. Ну, сейчас попробуем. Попробуем. Запинываем колеи. Сильнее, сильнее, сильнее. Теперь запинываем, запинываем. Здесь вот, видишь, яма. Он точно тут завалится. Он тяжелый. И плюс он широкий еще. Давай, Лех. Не газуй, не надо. Вот идешь отходом, иди потихоньку. Во-во-во, давай-давай. Все правильно. Давай потихоньку раскачем. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вперед-вперед-вперед. Не надо назад. Вперед давай. Парни, давайте столкнем. Трис. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп. Трис переехал. когда муторно, но можно. Гораздо хуже, когда если машина полностью садится на днище, на мосты, и вывешиваются колеса. Здесь, вот видите, правое колесо вывесилось. Поэтому, как бы, пользы от него мало. Да привет, привет. Проехали. Да, аж не верится, что мы доехали. Да, я сам это, сомневался, не был уверен. А вы знаете, что устроились не на нашей стороне? Да, знаю. Но нам разрешили. В музей рассказывают так, так. Приходишь, ну, в реальный, говоришь, слушайте, да нет, нормально люди живут. Ну, все как это, по-человечески. Все очень уютно. Да, уютно, красиво. Вписываюсь? Слушай, ну, у меня вроде есть тюркские крови, кто знает. Рыбу часто едите? Постоянно? Да, как второй хлеб. Я, честно, я не могу рыбить. Без рыбы я не могу. Я тоже не могу. Мне больше ничего не надо, да? Вот рыбы, мясо наесть, и все, мне хватит. Михаил, кто охотится у вас в СМС? Вы тоже охотитесь или вы рыбак больше? Я особо не охотник. Оленевод, да? Я оленевод, как бы, да. Охотник – это охотник, другая профессия. А то, что я могу сейчас пойти, что-то там в дитя пострелять, это для нас охота не называется. Охота – это более крупный масштаб, да? Это, да, правильно выразилось. Наступило утро. Не знаю, как вы лично. Я отлично выспался сегодня наконец-то за последние, наверное, пять или шесть дней. Было тепло, даже местами жалко. Так, иди вот туда. У тебя есть кореш там с ним, развлекайся. Порви ему спальник, да-да-да. Поднаписывай на него. Охотник – это самое чертёвое. Короче, круто здесь. Единственное, милость, тесновато. Она здесь раз-два. Пять взрослых мужиков. Там у Лёши еще куча там барабана вали на вугу. И так плотно лежали. Лишний раз не повернуться. Если бы кто-то поменьше ел, например, Даня, было бы, конечно... Когда тебе не было бы так тепло, если бы я поменьше ел. Хе-хе-хе. Основная проблема зимой всегда ноги мерзнут в первую очередь. Поэтому очень важно правильно одеваться. Да, Лена? Я правильно одеваюсь. Да. Ноги на пол. Да, ноги не ставьте на пол. Во-первых, то есть максимальная изоляция от пола. То есть башмаки многослойные. Вот, например, БАСК, да, может, другую модель, там, БАФИН. Чтобы была большая прослойка между землей. Когда стоите просто пассивно на улице или где-то вот в чуме, да, то есть еще что-то изолировать. Допустим, пенку, какую-то деревяшку. То есть не просто не стоять на голом полу. А во-вторых, носки. Это что за носки? Это шерсть, да? Во, шерсть. Если вы не активно двигаетесь, то шерсть одевать прямо на голую ногу. То есть не надо никакого промежуточного слоя. Не надо тонких носков. Тонкие носки нужны, если вы активно двигаетесь, чтобы отводить влагу от тела. Чтобы они впитывали пот. И потом можно было их снять и поменять. Если вы не двигаетесь активно, если у вас, ну, пассивно, да, стоите где-то, едете на снегоходе, там, вот, в чуме тусуетесь, то шерсть одеваем прямо на голую ногу. Шерсть при контакте с телом очень хорошо сохраняет тепло. Ноги будут меньше мерзнуть. Это не исключит 100% их замерзания, но это лучше работает. Во-вторых, многослойные башмаки. Дай мне секунду. Многослойные. То есть вот то, что я говорил. Обязательно должен быть промежуточный слой. Он должен быть всегда сухой. То есть проверяйте. Достали этот носок, вот этот влажный. То есть вот этот, ты как потел, вот этот носок влажный, нога будет мерзнуть. Вечером перед сном достали, положили их там под печку аккуратненько. Только главное не сжечь, чтобы они высохли. Утром встали, одели теплые. Все. Обязательно еще вторую пару сухих чистых носков всегда носим за пазухой. Неважно, там тонкий, толстый. Лучше, конечно, шерстяны. Просто, чтобы они были у вас сухие и теплые. Ноги мерзнут. Достали, быстро скинули. Сухие носки чистые, теплые достали, одели на ноги. Все, ногам уже будет тепло. Которые на вас сняли, опять положили за пазуху. На теле очень все хорошо, быстро высыхает. То есть поносили там день, влажные носки у себя за пазухой где-то в кармане. Они высохли у вас за день. У вас опять сухая пара чистых носок есть с собой. Мы приехали в стадо, небольшое стадо к быкам. Правда, пока мы ехали, собака их к нам в сторону. Нас высадили. Сейчас Миша поехал на снегоходе, их сюда к нам подгонит. Мы пойдем знакомиться с оленями. Здесь в тундре, кстати, продувает ветерок. И так достаточно прохладно. Я надеюсь, меня хорошо слышно из-за балаклавы. Но в целом погода пока не сильно холодная и достаточно терпимо. Доехали мы быстро. Минут, наверное, за 20 от стойбища, от чумов. И потом так же назад. Сейчас ждем оленей, в общем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот они, настоящие ямальские олени. Одна особенность. Ямальский олень, он гораздо меньше, чем якутский или таймырский. Примерно в половину. Живого мяса здесь килограмм 40-50. Погода великолепная. На улице где-то минус 30. Надует ветерок, холодно. Поэтому я в таком виде. Поснимали мы олени. К сожалению, очень холодно. На холоде батареи быстро садятся. Поэтому съемок мало. Было еще желание запустить коптер. Наверное, не получится. Все замерзло. Сейчас еще немножко тут потусуемся и едем отогреваться в чум. Как вы заметили, на улице похолодало. Поэтому обязательно нужно тепло одеваться. Хорошая снаряга. Это залог того, что вы не замерзнете. В этот раз я тестирую новую модель от компании БАСК. Куртка офигенно. Очень теплая. Вообще пуховые вещи для таких форматов экспедиции, поездок, на мой взгляд, оптимально подходят. Вот мы катились сейчас на снегоходе. Я не замерз абсолютно. Единственное, что замерзло, это нос. Вот под этой штукой, да? Подмерзший. И немножко замерзают ноги. Но опять же, ноги замерзают, потому что я стою. Поскольку начинает двигаться, все становится отлично. Все, поехали греться в чум. Хватит на сегодня. В общем, я немножко расслабил булки вчера. Заглушил на ночь машину. Замерзла солярка. Сейчас разобрал фильтр. Там в фильтре кисель. Парафин замерз. Соответственно, топливная система не может прокачать. Машина не заводится. Поэтому старый дедушкин метод. Паяльная лампа. Сюда наливаем бензин. Вставим лампу под морду. И начинаем отстаивать двигатель. Предварительно окопав машину вокруг снизу, чтобы из нее не выдувало. Работа геморрная. Непростая. Я думаю, что 2-3 придется там греть все это дело, пока все тает. Но вариантов нет. Поэтому паяльную лампу обязательно с собой берем. Ну и машину лучше не выушить, когда такие морозы. На самом деле, если была хорошая, качественная солярка артическая, она бы не замерзла. Потому что не сильно холодно. Но, видимо, солярку мы залили какое-то говно очередное. И имеем то, что имеем. По периметру окопаем снегом. Где-то вот так вот. Спереди оставим небольшое отверстие, куда поставим паильную лампу. Там будет скапливаться тепло. И, возможно, магистрали, которые идут от бака, также находятся в подкапотном пространстве, отмерзнут. Или этого хватит, чтобы хотя бы запустить двигатель. Дела наши так себе. Машина замерзла. Точнее, солярка замерзла, не заводится. Поедет на лампу. Тоже нахрен замерзла. Не можем запустить. Остался последний вариант. Тепловая пушка. Мужики сказали, здесь в 50 километрах есть эта пушка. Придется сейчас за ней ехать. 50 километров на снегоходе – это часа два в одну сторону. Ну, это капец, конечно. Прям задачка такая непростая. И пушку ставить. То есть, последний вариант. Ну, иначе эту недвижимость отсюда не вывести. Пойдем отогреваться. На улице с утра уже замерзли. Ноги стали замерзать. Ну, и руки уже давно отморожены. Пойдем, Саныч. Знаете, еще какой хороший вариант? На машине смотаться. Салимал? А, куда? Туда, до деревни. Там совсем. По трассе-то что? По дороге? Да. Это же по дороге, в сторону Оксарки обратно. Тепло и комфортно. Оттуда... Она влезет, машина? Да, конечно, влезет. Салон запихать, да и все. Ну, Баля, ну давай попробуем. Ну, просто на машине теплее будет и комфортнее. Ну, понял. Ну, что делать сейчас? Вы как-то решите, а я что... Это по зимнику, да? По зимнику, да, обратно. Блин, в одну машину? Давай сейчас Саня поговорим. Поговорите между собой. Ну, не пой. Валерий Курас. Валерий Курас. Мне такой с ним просто паникует. Что-то раз. Не, а просто надо забирать, Саня. Есть снегоход, техника, да, для которого это и создано, для этих условий. То, что ребят туда поедут два часа, мы никуда не торопимся. Мы остаемся здесь до завтрашнего утра. Это сейчас просто лишние приключения. Я тебе просто говорю, я понимаю, что вы любите приключения. Ну, я не вижу смысла. Я нау ожидается понижение температуры до минус 50 градусов. Будьте осторожны. Единый телефон на экстренный служб 112-01. А мы отчаянные парни сейчас поедем. А это что? Это... Одеваю, одеваю. Просто еще сверху. Таких еще медведей здесь не видели. Ты завяжил, излом просто его сзади повесешь. Теперь спереди. Сбоку вот так вот. Не, надо его завязать. Дальше кидать. Да. А вон я Федину возьму, где-то лежали. Хоть бабушка. Через столу. Давай, мы ждем тебя. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Вот что он ты? Без рыбы не приезжай. А? Иди, папа, иди, иди. У нас уже такие там, где я поеду, переделки, у них там, воборот, и... Ну, если он спринится, у меня там бум-бума. Умах. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все, все Все Короче, схема простая Точнее, вторая простая схема Первая не сработала Паяльная лампа не запустилась Я не знаю, почему она новая абсолютно Опять же, моя ошибка Всегда перед экспедициями, сложными маршрутами Нужно тестировать оборудование Я купил новую паяльную лампу Понадеялся, что она простая, как три копейки И будет работать А она оказалась, что не работает Я не знаю, в чем дело, надо разбираться В общем, поэтому не удалось запустить паяльную лампу Поэтому мужики Хорошо, у мужиков есть В соседней деревне Ну, как соседней, 75 километров У них есть вот эта тепловая пушка Мы попросили, они сгоняли за этой тепловой пушкой Мы ее поставили Туда-сюда, в 150 километров Парни сгоняли на этом На сникохоте Это, конечно, капец Это самый герой, собственно Который очень скромный и скрывается Человек, который ехал и выручил Ну ты что? Не-не-не, не надо Действительно, вот Так что, Сережа, ты заведешь И душить больше не будешь? Да, не буду душить Боишься? Труд, что ли, нет? Кто-то убирать собрался, скажи мне Боишься? Крутая штука Нет, не сильно нагревается Нормально, можно оставить пушку Схватывается? Схватывается, еще нет Солярку Не протягивай Ну, уже как бы Ну, сейчас вроде лучше Днем как-то на всего пару раз там, да? Да Сейчас уже через раз там что-то Ну, то, что было в этих парсунках Он чуть-чуть схватил А магистраль еще не оттаяла Не протягивает через насос Через фильтр Сейчас, кстати, можно фильтр, наверное, поменять будет Сейчас я достану его Да, тут уже Жиденькая Хорошая солярка Единственный минус Что грязный фильтр Вот видно, да? Очень грязный Аж черный, блин Вот здесь вот Фильтр аж черный Офигеть, что-то у меня давно такого грязного не было При всем при этом Перед выездом из Москвы Я его поменял То есть я поставил новый фильтр Давай его пока здесь положим И в самой колбе тоже грязь Сейчас я ее сниму, попробую Сейчас я ее попробую снять Видите, какая грязь на дне? Капец Все, да? Оф Положи вот тот фильтр, который льет на бринзе Сюда, в пакетик Прокачиваем топливо Поменяли фильтр В дизеле без прокачки не заведется Пока что еще не качает Пока в холостую Не поблагодарю Завели мы машину Все-таки Правда, случилось это в 6 утра Записать на видео это я не смог Потому что все батареи сели Все разрядилось Ничего не работало Как, в общем-то, и мы уже тоже так На последнем, так сказать, из дыхании Очень замерзли 6 часов мы, получается, на улице ее заводили 6, а, 7 Почти 7 часов Запускали На самом деле, оказалось-то, дело совсем в другом Лопнула трубка топливная Точнее, лопнул шланг топливоподачи Потому что днем, когда я разбирал Когда все это случилось, когда машина замерзла Я не смог ее первый раз запустить днем Я решил разобрать топливный фильтр Посмотреть, что там внутри Удостоверить, действительно ли это солярка Да, я разобрал его Но шланги на морозе задубели И когда я поднимал крышку топливного фильтра Вот эту металлическую, да, приподнимал И, видимо, в этот момент я сломал топливный шланг Но сломался он так внизу, там, в неудобном месте Что его сверху не было видно И вчера уже, когда все методы перепробовали Когда все Оттаяли всю машину Там уже можно было лезть туда, париться Под нее Вот, решили проверить Ну, решила, короче, дунуть компрессором в шланги Думаю, ну, просто продуть Думаю, должно же оно продуться все-таки Дунули компрессором И выяснилось, что шланг пробит Буквально вот недалеко, там, наверное, сколько Ну, сантиметров, может, 15-20 на углу Точнее, на сгибе внизу И вот сверху не было видно Но через компрессор я услышал Все, благодаря этому у Лехи нашел штуцер переходной По диаметру подходящий У меня, кстати, не оказалось этого шланга запасного У меня вот десятка только запасной А там 12-й Вот тоже мой косяк Не предусмотрел, короче, на будущее Приеду, надо все шланги запасные взять Так вот, нашел штуцер переходной Он как раз прям подошел, этот штуцер Точнее, даже не штуцер Это был быстросъем Со шланга подкачки Мы его разобрали, туда вставили Собрали И машина завелась Капец, как это вчера было непросто Вы дальше себе не представляете 6,5 часов на морозе за 40 Вот сейчас где-то градусов, наверное Минус 35, минус 38 по ощущениям Очень холодно Ночью с 40 давило точно Все, машины заведены Машины готовы Прощаемся с хозяевами Мужики, если вы это видите Паша, Миша, спасибо вам большое За гостеприимство, за то, что помогли Машины разобраться, отогреть За то, что привезли эту пушку Особенно Паша, спасибо тебе огромное Ты красавчик Фух, все, вроде нормально Заканчивается Надо отсюда выезжать Двигаться в сторону дома Сегодня была Точнее, последний день был вообще непростой Очень непростой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, заканчивается наша небольшая стоянка В гостях у Михаила И у супруги Майи Двигаемся дальше Последний день был очень непростой Учитывая то, что мы отогревали машину Мороз дает жесткий Вот сейчас по ощущениям где-то Минус 35, наверное, даже чуть пониже Ночью был 40 точно Все, едем дальше У нас по плану Сегодня остановка в Надыме Завтра небольшая экскурсия в Надыме Потом Новый Рингой И основной маршрут С ребятами мы заканчиваем У меня будет еще кое-что Я потом отдельно расскажу Но этот пробег, автопробег Этот проект Мы завершаем Я не представляю, как тут можно жить Круглогодично Это просто Ну, эти люди Они просто герои Я даже не знаю, как их характеризовать И при всем при этом Сейчас здесь еще хорошие условия Потому что здесь есть лес Можно порубить дров Натопить печку Когда ребята уходят кослать Севернее Там, где нет леса А там топить нечем Там печка топится Только для того, чтобы перекусить А все остальное время Сидишь и греешься В одеждах Такие дела На Ямале Прошло буквально два дня На морозе снег Где мы рубились Очень стал твердый Ну и плюс Ребята Прогнали здесь стадо оленей Поэтому здесь практически сейчас автострада Едем 20 км в час Без вообще Малейшего сопротивления Машина идет хорошо Прот, колеса спущены Не стал пока качаться Едем нормально А вот впереди олени, кстати Догнали олени на машине Качаем колеса Снег стал хороший Можно ехать, чтобы не убивать резину Потому что резина мягкая Дорогая Самое главное Если долго на них ехать Даже если недолго Достаточно небольшого промежутка дороги И можно запросто Поймать грыжу Поймать грыжу Субтитры сделал DimaTorzok